да вы издеваетесь вот такая у меня была реакция когда я делал ролик про коллайдеры в unity ссылка на ролик по подсказке и в описании когда я делал тот ролик я наткнулся на параметр физик материал и неуместно было бы в ролике про коллайдеры рассказывать как настраивать физические материалы поэтому было принято решение вынести это в отдельный ролик так вот этот ролик посвящен физическим материалом в нем и расскажу вам что такое физический материал в unity что означает его параметры и на примерах разберем эффекты которых можно добиться с вами мега всем лет старт это материал который позволяет настраивать эффекты трения и упругости в скобочках отскакивания двух сталкивающихся коллайдеров вот и все определение еще важно знать что физические движки делятся на два вида научные и игровые в научных движках важна точность а скорость и производительность уходит на последний план что касается игровых то тут все кардинально наоборот скорость и производительность на первом месте а на последний план отходит точность поэтому все расчеты будут приблизительными от реальной физики а то и вообще далеки и в unity у нас используется физический движок nvidia fisx и он настроен на стабильность и производительность ехала массовка первые два атрибута отвечают за трение объекта трение это сила препятствующая движению одного тела по поверхности другого и она бывает трех видов но в unity у нас всего два первое это статичное трение static friction второе это динамическое трение dynamic friction разберем как они работают статическое трение static friction применяется когда объект находится в неподвижном состоянии и она ему не даст просто так двигаться без воздействия на него внешних сил чем больше будет значение параметра тем больше нужно будет приложить усилий внешним силам чтобы сдвинуть объект и вот когда объект начнет двигаться в действие вступает dynamic friction динамическое трение она способствует трению во время движения чем больше величина параметра тем больше сила трения и тем сложнее объекту двигаться по поверхности и обратно если например значение будет 0 это будет соответствовать слабому трению примерно как на льду с трением разобрались далее у нас параметры bouncings упругость упругость это свойство тела деформироваться под воздействием нагрузки и восстанавливать первоначальную форму и размеры после ее снятия и когда упругий объект деформируется под воздействием нагрузки возникает сила упругости и всегда в противоположном направлении будет действовать такая же по величине сила упругости поэтому чем сильнее вы пнете мяч тем дальше он полетит так вот параметр bouncings отвечает за то насколько будет упругой поверхность объекта и чем выше будет значение тем больше будет отражаться энергия при деформации объекта отмечу что в unity расчеты сил упругости делаются при столкновении объектов без их деформации и параметр ограничен диапазоном от 0 до единицы где 0 поверхность не упругая а один максимально упругая при максимальной упругости ожидается что отражение будет без потери энергии но nvidia fisx из-за различных деталей моделирования таких как коррекция положения не гарантирует нам идеального энергосбережения так при значении параметра bouncings как один объект достигает более высокой позиции чем ранее и чем вообще могло ожидаться остались два супер простых параметра смотрите в событии столкновения участвуют два разных объекта в трении то же самое а раз объекты разные той поверхности у них могут быть разные и тут такой вопрос как рассчитать например трение двух разных объектов у которых разная сила трения так вот параметры friction combine отвечать за то как будут складываться значения трения двух разных объектов нам на выбор дается четыре вида первое average значение двух объектов будет усредняться то есть среднее какое-то значение второе минимум минимальная да из двух значений будет выбрана самое наименьшее третье мультиплей умножить до или перемножить два значения будет перемножены четвертое максимум ну максимально из двух значений будет выбрана максимальная тут появляется еще один вопрос и эти параметры тоже уникальны для двух разных объектов а если будет разный вид сложения какой в итоге будет выбран на такой случай сделали приоритет сложения и он в такой же последовательности как и расположены параметры так average имеет самый низкий приоритет а максимум самый высокий вот так все просто настало время примеров ребята я не не говорил как создавать физические материалы они создаются райт клик корей физик материал для 2d объектов 2d думаю это понятно в юнити же у нас система такая ну кто не знает вот сейчас узнаете есть вкладка компонент где можно найти все компоненты в unity это так называть ну как я говорю в юнити у нас компонентная система мы делаем компоненты из них собираем как бы объекты вот и в компонентах находится элементы такие стандартные знаете вот бог во всех играх есть какие-то элементы такие которые используются в любого вида как бы проекта проекте любого вида вот так например нам мы шаген до который там позволяет делать это вот передвижение по сетке там стандартная хрень да вот поэтому такой компонент есть и в unity да и во всех движка в принципе ну разработчики делают стандартные компоненты вот для юая да у нас вот эти кнопочки вот эти вот стандартный просто вот и в unity это как бы все вместе соединено 2d и 3d поэтому есть вкладка 2d есть 3d ну и тут а у них приписка 2d для 2d значит приписка 2d думаю понятно но это супер очевидно скорее всего вы и так сами это знали вот райт ли крейт физик материал и этот физический материал присваивается коллайдером возможно этого тоже не говорил но он просто присылается коллайдером и давайте посмотрим у меня есть вот такая вот стенка тут вот такой материал где то по нуля запустим и посмотрим как они начнут плавненько растекать как кубики льда которых тронули ну в природе такого не бывает вот то что мы сейчас увидели ну давайте подымем какие-то значения им побольше просто сделаем reset ну естественно ничего не произойдет и давайте сделаем взрыв ум и они как-то знаете если расценивать что это какие-то кубики льда то это было нереалистично взрыв может и реалистичны но они должны были как-то покатиться прокатиться это не то надо бы вот эти его значения тогда под уменьшить давайте вот так вот сделаем по единички и сорвем еще раз по дерьмо его теперь видно что они покатились круто тут может попробовать еще чуть поменьше сделать вот так вот давайте попробуем условно там петарда взрывается внутри бам кубики там и посыпались покатились вот принципе вот для этого и нужны физические материалы для поверхности для трения и подпрыгивание вот объекты когда падают они должны подпрыгивать правильно у нас по идеям они так подпрыгивают из-за взрыва бум нет они не подпрыгивают баунсис нету давайте его добавить абсолютного значения но единицу мы не выбираем потому что там свои нюансы как я говорил и вот видим что бам чуть подскочили вот это уже более реалистичный вы согласитесь да давайте выберем наверно четыре поменьше и запустили вот принципе все и вроде бы я про это не говорил и ну я не успел протестить физические материалы также влияют на объекты которые передвигаются вроде бы с помощью виджет байди ну статика будет на них влиять и вообще на любое передвижение будет влиять если у вас объект передвигается с помощью виджет боди у него есть материал вы можете ему настроить типа вот эти вот параметры и он будет как бы проскальзывать или ну что-то типа такого ну проскальзывает там где-то подпрыгивать об обкочке какие-то да вот эти вот ну вот такие вот вещи например он от стенки может отскочить если у стенки будет коллайдер скорее всего он будет даже сто процентов то есть у вас нас стрелочках объект может двигаться ваш персонаж а потом об стенку удариться и назад отлететь попробуйте чине но на этом наверное буду завершаться оценивайте ролик пишите любые комментарии ребята с вами был ваш мега всем пока